Здравствуйте! В эфире телекомпания «Круг новости недели». Только самые интересные события и темы минувшей недели для вас подготовили наши корреспонденты. В студии Татьяна Захарян. Сегодня в нашей программе вы увидите. 1 ноября в Малиновском суде Одессы продолжилось рассмотрение дела о покупке горсоветом завода «Краян». Каким хотят видеть городской сад горожане? В Одессе обнародовали результаты исследований на тему будущего летнего театра. В Одессе состоялась очередная сессия городского совета. Общественные активисты подсчитали, во сколько на самом деле обошлась горожанам установка декоративных решеток вокруг деревьев. 1 ноября в Малиновском суде Одессы продолжилось рассмотрение дела о покупке горсоветом завода «Краян». Но еще задолго до самого заседания в помещении суда собралось большое количество сторонников городского головы, пришедших поддержать основного фигуранта дела. Как казалось переживающих за судьбу Геннадия Труханова депутатов, чиновников и правильных с точки зрения мэрии общественников, оказалось только, что попасть в зал, где проходит суд по делу о покупке завода «Краян» было практически невозможно. Более того, еще немного и казалось, что сквозь толпу сторонников не сможет протиснуться даже главный фигурант обвинения Геннадий Труханов. А когда первый кордон, что называется, был прорван, выяснилось, что не так просто попасть в зал, где проходила трансляция заседания суда. А чего вы допискаете? Вы кто? Национальная глава. Среди тех, кто очень хотел попасть на заседание, были и бывшие сотрудники завода «Краян». Сотрудники, оставшиеся без работы. Сотрудники, имущество которых было просто выброшено на улицу новыми сотрудниками. Только уже не «Краяна», а новой европейской мэрии по-трухановски. Когда вот эта схема прорабатывалась, так, то мое имущество было на месте тогда. А когда пришел Труханов, когда уже купил, ну, не Труханов, служба, а там департамент коммунальной собственности, понимаете, то они все повыбрасывали плодом мебели. У меня документы там, моя личная собственность. Наконец, с небольшим опозданием началось заседание суда в комнате, где проходила трансляция, яблоку негде было упасть. Сначала защитники головой сидели тихонько, не отрывая взгляда от монитора, но стоило проукраинским активистам развернуть плакат, на котором было написано «Воров за решетку», как Трухановский парт-актив буквально стал окорежить и рвать на части. Стоит отметить, что сама трансляция по техническим причинам прерывалась, то исчезал звук, то все изображение, впрочем, все то, что и происходило в соседней комнате, где, собственно, и шло заседание, явно разыгрывался очередной фарс с участием головы его команды, никого из активистов не удивило. Общее впечатление от процесса, который идет, у меня, конечно, негативное. Объясню, в чем негатив. Я просто вижу именно реакцию судей на клопотание, их очень большое множество, я вижу, на клопотание защиты подозреваемых, то есть чиновников нашей мэрии. И я вижу, что реакция позитивная у суда, то есть у представителей Фемиды на эти клопотания человеческая реакция позитивная. А как раз на реплике прокурора, то есть на реплике стороны, которая обвиняет этих потенциальных преступников в преступлениях, как раз, наоборот, отрицательная реакция. То есть я считаю, что здесь, конечно, я вижу по реакции тоже чиновников, они здесь считают, что они находятся как у себя дома, естественно, да, и депутатов, да, естественно, первые заходят в зал, садятся, то есть все как у себя дома. Потом пресса не может туда зайти, попасть. То есть мы видим такое, наглядно видим, как бы, ну, всю эту мерзость нашей власти. Я вижу абсурдную ситуацию, я вижу, саботаж, имитация нашей власти не прекращается, я вижу, что все ждут, что Хатухана будет отмазан. И опять-таки все в основном считают, что это уже решено. То есть, в принципе, люди считают, что решение, оно уже вынесено, и мы просто на какой-то спектакль присутствуем. Все прекрасно понимают, что не зря оставили рассматривать именно в этом суде, потому что здесь наиболее просто это дело либо развалить, либо его оправдать вообще. То, что дело Труханова попытаются развалить или даже оправдать главного фигуранта, стало понятно, как только суд был перенесен из Киева в районный суд Одессы. К тому же настораживает скорость, с которой проходят судебные заседания. Прямо, как в той поговорке. Раньше сядешь, раньше выйдешь. Только вот сядут ли вообще? Продолжается судебный процесс по обвинению Геннадия Труханова и его соратников коррупции при покупке городским советом здания новой мэрии, бывшего завода Краян. Дело пошло уже не так, как рассчитывали обвиняемые. Сторона одесского мэра надеялась развалить дело уже на предварительной стадии судебного процесса. Было подано ходатайство об исключении из него одного из ключевых фигурантов – директора частного предприятия «Брок Бизнес Консалт» Галины Богдановой в связи с прекращением против нее уголовного производства. Богданова проводила денежную оценку здания. Если признать ее правильной, то и судей будет некого. Сам Геннадий Труханов совершенно уверен в своей победе. Процесс как процесс, что я могу ответить вам. Процесс он и есть, и в Африке процесс. Я ловлю себя на мысли, она такая очень удивительная. Я когда сиду читаю там некоторые документы, я себе постоянно не стою задавать вопрос, что я здесь делаю вообще. Основное удивление у вас будет, когда будет считаться уже обвинительный документ. Тогда вы послушаете и, наверное, разделите со мной весь тот оптимизм, наверное, удивление. Прокуратура считает обвинения против Галины Богдановой полностью обоснованными и готова предоставить на следующее заседание все необходимые документы о продолжении уголовного производства. Наслідок таких дій, як то складання недостовірного, завідомо підробленого, на нашу думку, висновку про вартість майна, яке мало бути і відповідно відбулося, як предмет закупівлі Одеської міської ради, коштувало саме 175 млн грн. Досудове розслідування у кримінальному провадженні поновлено. Тобто це говорить про те, що поновлення відбулося на підставі прийнятого повноваженою особою рішення про скасування постанови про закриття кримінального провадження. Вопреки надеждам Геннадия Труханова і других обвиняемых, коллегия судей решила дати возможность прокуратуре приобщить к делу дополнительные матеріалы. Это предусмотрено законом на етапе предварительного слушания. Следующее заседание назначено на 9 ноября. Александр Ревиноградов, Денис Витличенко, телекомпания «Круг». Общественні активисты представили результаты проведеного независимой компанией «Мониторинг» соціологического исследования на тему «Летний театр. Сегодня и завтра глазами одесситов», в котором показано отношение жителей города к будущему не только самого театра, но і городського сада в целом. В Одесе наконец представлены результаты первого и единственного пока соціологического опроса среди одесситов, заказчиками которого выступили сами одесситы. Средства на его проведение собирались волонтерами благотворительного фонда «Красный Мак». В качестве института, который этот вопрос проводил, был выбран независимый исследовательский центр «Мониторинг». У нас есть соцопрос, и мы будем пытаться, наверное, делать техническое задание для дальнейшего. Надеюсь, что у нас произойдет архитектурный конкурс по благоустройству, и «Летний театр» вернется, наконец, обратно в городской сад, как часть парка. Так происходит во всем цивилизованном мире, так происходит в Европе. Прежде чем что-то построить, либо какой-то памятник, либо объект благоустройства, собирают мнение граждан и его обязательно учитывают. Вот порочная практика, когда в Одессе все это либо имитировалось, либо, в принципе, вот так вот волонтеристски совершалось, я думаю, что она уже должна заканчиваться. Именно поэтому, когда речь идет о общественном пространстве, мы посчитали, что крайне важно было учесть мнение одесситов. В ходе исследования были опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 до 69 лет. Причем из общего числа опрошенных только 58% родились и выросли в Одессе, и как минимум один раз в месяц посещают центр города улицу Дерибасовскую. 37% опрошенных назвали «Гурсад», частью которого является «Летний театр» олицетворением Одессы, ее символом. 19% – зеленым местом для отдыха, 18% – историческим памятником города. 86% ответили, что «Летний театр» должен принадлежать одесситам и находиться в коммунальной собственности города. 89% респондентов категорически не согласны с застройкой территории «Летнего театра» торгово-развлекательным комплексом. 73% уверены, что «Летний театр» принадлежит «Гурсаду». Относительно будущего «Летнего театра» мнения разделились. 55% согласны на концерты и выступления в «Летнем театре», 35% на спокойный отдых в центре и только 1% на бутики и магазины. Разные варианты в рамках общей концепции, которые есть, они все должны быть на конкурсе и должны оцениваться как нормальным, квалифицированным профессиональным жюри, так и тоже должны проходить общественные обсуждения. Ассоциация архитекторов за то, чтобы процесс по этой территории проходил законным и прозрачным путем. Один из таких путей будущего развития «Летнего театра», как части городского сада и, как отметили присутствующие, наиболее точно отражающие выраженное в вопросе общее мнение, представили молодые архитекторы Одессы. А что вы думаете, только в мэрии умеют рисовать красивые картинки будущего? «Попал в историю «Летнего театра» еще, когда сносились ворота, были митинги и потом решил, что я должен продолжить помочь благоустраивать эту территорию, тем более у меня есть мое профессиональное видение. То есть я пришел, ребята меня приняли в свою команду и мы вот на волонтерских началах благоустраивали территорию и в какой-то момент все вместе решили, что нужно показать какое-то свое видение. Сама идея «Летнего театра» хотелось бы ее разбить как не просто какую-то точку для продажи чего-то, а больше как ботанический сад и наполнить его интересными какими-то функциями. Это историческая часть города, которую лучше было бы сохранить и подать ее не как какой-то коммерческий объект, а больше как зону отдыха и рекреации для жителей города». С результатами социсследования активисты намерены познакомить весь гурсовет, ведь, как известно, именно на предстоящей сессии депутат Ольга Квасницкая должна обратиться ко всему депутатскому корпусу с предложением громады о выкупе строений на территории «Летнего театра» у нынешних владельцев. «Действительно, летний театр и повернение примещений, которые находятся на территории «Летнего театра» – это один из ключевых вопросов нашего порядка дня на завтрашнюю сессию Одесского межрада. «Очевидно, что проведена колоссальная работа громадским сектором. Ви бачите, то есть фактически вот паня Лариса сьогодні озвучила это вопрос, что Одессити скинулись и организовали собі соцопитывание, что есть невидъемную частью дослежения, что есть невидъемную частью взагалі подальшего перетворения «Летнего театра» на адекватный громадский простор. Так вот, это вопрос завтра должен звучать на сессию межрады. Депутаты, которые пришли в неделю на процедуру доручения выборцев, они получили это вопрос, сформулировано в их доручении, и завтра это вопрос должен выноситься на сессию и проголосоваться. Завтра будет очередной тест в этом плане для депутатов Одесской межрады». Услышать ли Одесситов городская власть или опять депутатское большинство продемонстрирует послушание воли хозяина мэрии и исключительную солидарность за строю, станет известно уже 31 октября. В Одессе состоялась сессия городского совета. Помощь в размере почти 100 миллионов гривен одесским тепловикам, уже второй по счету миллиардный кредит, очередная, правда, неудачная пока попытка войти в списки ЮНЕСКО. А также отказ депутатов проголосовать за обращение громады с требованием о выкупе строений на территории «Летнего театра». Подробнее в нашем сюжете. Как и все сессии городского совета, нынешняя началась традиционно с попытки недопуска на сессию общественных активистов. На сей раз их не пускали в зал, потому что муниципальные тетушки заподозрили их в том, что те под видом бумажного листика пытаются пронести в сессионный зал, а у ужас, плакат. Давайте отойдем в проход. Вы сейчас перешкоджаете людям потрапить на сессию МИСКО. Не пускают. Нашли листик сложенный и сказали, что это плакат. Сложенный, понимаешь листик. Впрочем, нескольким активистам все-таки удалось пройти в сессионный зал и раздать листики с обращением громады к депутатам о выкупе строений на территории «Летнего театра». Впрочем, о замих листиках, вернее о том, умеют ли вообще депутаты читать, мы вернемся позже. Итак, сессия все-таки началась. Примерно час с голоса депутатов носили вопросы в повестку дня и затем за каждый из них голосовали. Когда, наконец, наполнение повестки дня закончили, приступили к важным вопросам. Сначала депутаты большинством голосов проголосовали за проект решения о присоединении Одессы к европейской харте равенства мужчин и женщин. Ну, в принципе, давно пора, тем более, что глупость, жадность и способность воровать и деребанить никак к гендерным особенностям не относятся. Например, как мы знаем, большинство депутатов, правда, в основном из фракции Трухановской, доверяя делам, говорят неумные вещи и обделывают бизнес делишки независимо от половой принадлежности. Вот, например, за редким исключением депутаты обоих полов проголосовали за очередной кредит в размере миллиарда гривен, из которого ровно половина снова пойдет на помощь одесским тепловикам. Или, скажем, вопрос программы о внесении в списки ЮНЕСКО, милососедствующей с отсутствием финансирования на реставрацию фасадов разрушающихся памятников архитектуры, также совсем не смутил депутатское большинство из мужчин и женщин, которые по-прежнему, видимо, верят, что исторический центр когда-то в светлом будущем попадет в эти самые легендарные списки. Более того, начальник управления по культурному наследию сообщил, что это самое наследие у нас в Одессе четко разграничено определенными улицами. Имея никого, кроме депутата Леонидова, не смутил факт возможного появления на одной из таких улиц торгового центра. Вы сказали Приморская улица, не Приморский Бурвара, а именно улица. Но сегодня, или вчера, было получено разрешение на строительство торгового развлекательного центра на этой улице. Я когда-то на сессии даже Леонидовичу давала эскиз этого торгового центра, который выше обеспечения моей. Как это повлияет на вот эту программу? Спасибо. У нас есть будилья, которые не забудут по местам. По-перше, кордоны, как были приняты, они так и остаются. Они не уменьшаются и не поднимут. Вы не повредите на речи, когда у нас есть центральный исторический ареал и есть самая зона, что находится на обмене ЮНЕСКО. Чудные дела, твои господи. То есть мы как выходим в ЮНЕСКО, но так, чтобы там, где надо, застройщикам и их лоббистам из мэрии, могли вырастать, словно грибы после дождя, торгово-развлекательные центры. Планируют построить на Приморской-1 торговый центр высотностью 41 метр. Тогда мне ответили, что проект будет пересмотрен и, собственно, высотность исторического ареала 21,3 не будет превышена. Вчера, сегодня я получила информацию о том, что в Киеве выдано разрешение на строительство этого торгового-развлекательного центра. И, опять же, у меня встает вопрос, были ли внесены изменения в проектную документацию, собственно, изменена высотность, как в историческом ареале. И каким образом это повлияет на тот перечень и тот список и тот ареал, который мы подаем в список номинации ЮНЕСКО. Да что там Приморская-1, если наши депутатские господа, как выяснилось, совсем не против появления на территории летнего театра, особенно торгово-развлекательного шедевра. Как все мы знаем, громада уполномочила депутата Ольгу Квасницкую обратиться к горсовету с требованием о выкупе строений на территории летнего театра у нынешнего владельца. Одесская міськая рада обязана инициировать выкуп объектов нерухого майона, расположенных на территории летнего театра, что находится в межах міського сада у властника, зазначенных споруд для суспольных потреб, а именно для расположения объекта природно-заповедного фонда парвика памятки садово-пархового мистецтва «МИСКИЙ САД». Тим більше право викупу та здійснення примусового відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, зокрема для розташування об'єктів природного заповедного фонду, належить до повноважень органів місцевого самоврядування. На підставі вище викладово та виконуючі доручення виборців від 28 жовтня 2018 року просимо 1. Розробити проєкт рішення Одеської міської ради щодо викупу у спільного підприємства «Солінг» власника об'єктів нерухомого майна, будівель та споруд літнього театру міського саду, розташованих за адресою міста Одеса, вулиця Прибраженська, 24, для суспільних потреб, а саме для розташування об'єкта природно-заповедного фонду парка памятки садово-паркового мистецтва «МИСКИЙ САД». 2. Звернутися до спільного підприємства «Солінг» власника об'єктів нерухомого майна, будівель та споруд літнього театру в міському саду з пропозицією викупу цих об'єктів нерухомості для спільних потреб. В ответ і активістів, і Ольгу Квасницьку, і, видимо, всю громаду, «Городской голова» обвинил в тому, що вони, т.е. все вместе з громадою, защищають інтереси некоего строительного бізнесу. Те изыскання чи фантазії чьи-то, і то противостояние бізнесу, який там щас підпитується, оно таке необоснованне і зря все переживають. Ми це пройшли, коли робили Стамбульський парк через ці волнення. Тоже були тут кричащі ганьба і так далі. Дякую, що це одне з популярних місць віддіхів всіх одеситів і гостей нашого міста. Ви помніте, як у нас ми робили греческий парк? Хто тут бістовався, білася головою в двері ворсовету, врубав там дерев'яки, гвозди забивав в дерев'яки, якоби сохраняє їх. Вдвоє не неприєтно, що, в принципі, об цьому говорять не емоціонально, а люди, які должны обладати определенними знаннями, как минимум законів. Про викуп, принудитель і так далі, в яких случаях це применяється. В яких именно случаях можна применити викуп, по меткому вираженню Геннадія Труханова, у самого Геннадія Труханова узнать так і не вдалося. В очередной раз он збежав от пресси, так і не відповів на вопросы журналистів. Дійси містні власні постоянно вызывают возмущення деситів. Перед началом сесії городського совета на Думській площаді прошла акція протеста. Горожане требували прекратити масове высотне строительство в курортной зоне. Одесські общественники, інженери і екологи давно предупреждали о негативних последствиях сплошной застройки Гагаринського плато. Городська власть действует в інтересах крупного бизнеса. На сьогоднішній день на території Гагаринського плато проживаєт уже около 20 тисяч людей. Із них 3 тисячі дітей. Ніх дітського саду, ніх школи. На сьогоднішній день по плотності той застройки і по плотності населения, то есть там должно было быть бы уже 3 сада і 3 школи, як минимум, і хоча б одна поликлиника. Ніхто не думаєт о людях і продовжаєт выдавати розрішення на строительство, опять же, высоток. Застройка Гагаринського плато отражається і на жителів других районів города. Нарушається нормальний режим движення транспорта. Улица Генуэзская становиться непроезжей. Там сейчас уже тотальная пробка, дорог нету, то есть при любом раскладі. І якщо достроять те діма, які не собралися построити, там буде просто колапс. Собралися троє там порядка 10 дімов по 300-500 квартир. То есть це неимоверне кількість машин, які просто негде буде їздити. Парковочних місць в основному в домах менше, то есть їх негде буде парковать. Я не говорю уже про скорую помощь, про пожарные машины, которые сто процентов там не проедут. То есть є строительні машини, допустим, що-то завозити, їм там вже невозможно проїхати, тому що машини легкові їдуть в притирочку. Летом на площадці для нового строительства вырубили около 300 деревьев, в тому числе голубые ели. Народне выступление ни к чому не привело. Київська районна администрація і мэрия пообіщали участь интерес на місцах жителів. Обіщання оказались пустим звуком. Акції протеста проходили уже несколько раз. Даже перекрывали дорогу на проспекте Шевченко. Городская власть не реагирует. Мільйоны делают своє дело, причем миллионы в долларах. То же можно сказать і о застройці території санаторія «Красная зорі». Пока йдет суд между собственником учреждения, акціонерним обществом «Укрправздравниця» и застройщиком, на імущество наложен арест. Но угроза застройки сохраняється. Эти і множество інших фактів пренебрежительного отношення містного начальства к своїм горожанам дають основання поставити под сомнення легітимність действующе городської власти. Александр Виноградов, Денис Вітляченко, телекомпания «Круг». Город без пыли – так называется один из победивших проектов общественного бюджета, который и был реализован в нашем городе еще полтора года назад. Сам проект заключался в установке декоративных решеток вокруг деревьев и обошелся бюджету в 5 млн грн. Город без пыли – проект общественного бюджета, который предполагал установку специальных решеток на лунках деревьев в центре Одессы. Но примерно так все выглядело в описании проекта, особенно, как вы понимаете, впечатляли картинки грядущего луночного великолепия. И главное, как у нас станет в центре хорошо с новыми лунками, как исчезнет пыль с городских улиц и как собачки не смогут гадить под дерево, потому что там будет лежать специальное покрытие, мешающее собачкам это делать. Проект этот получил добро и 5 млн грн на воплощение. И вот спустя год можно с уверенностью сказать, эти 5 млн были потрачены в никуда. Есть такой инструмент, называется антикоррупционная карта ремонтов, и туда нанесены деньги с бюджета, которые выделялись на ремонтные работы. И вот, работая с этим инструментом, я пометил какие-то дивные тендеры, размер которых был почти 1,5 млн, но немного меньше. То есть, понимали, что был какой-то больший тендер, разбитый на шмарки. Проверивши небольшое расследование, мы выяснили, что 5 млн грн, которые выделили из бюджета Одессы на создание приствольных лунок вокруг деревьев, так называемый проект «Место без пыла», что их попилили на 4 разные договоры, чтобы не проводить тендер. Но, обычно, когда не проводят тендер, то есть какие-то махинации, и работа стоит надто дорого. Мы решили проверить, сколько. Общественные активисты не поленились и, так сказать, самостоятельно проверили, а на что, собственно, и куда пошли выделены из общественного бюджета миллионы. Мы прошли, пораховали все лунки по всех четырех улицах, на которых они должны быть установлены. Обещали Одессы там больше трех тысяч, именно 3080 лунок, которые будут створены. В результате створили только 442. Ну, и, загалом, вошло так, что мы проверяли цены. Вошло, например, на Тероспольской улице, видяливши майже полтора миллиона грн, они сделали только 110 лунок. Тобто, каждая лунка обойшлася больше 13 тысяч грн. Тобто, там такая металевая решиточка метр на метр, и она коштует 13 тысяч грн. Хотя обещано было, что это будет коштует только 1300. Тобто, тихенько подняли цену в 10 раз, и, фактически, эти все 5 миллионов списали. И, по факту, сейчас в месте этих навколо лунок, навколо дерев нема. То есть, вместо 1313 тысяч, мало того, что эта декоративная прелесть обошлась каждая на 10 тысяч дороже, так еще и поставлены решетки были так, чтобы дерево, не дай бог, не могло разрастись. То есть, поставлены вплотную к стволам деревьев. Но 10 тысяч на одной решетке, как выяснилось, не предел, а полный беспредел на улице Решильевской. «Найсмешнейше вийшло на Решильевский, куда також выделили 1,5 миллиона гривен. И неизвестно, че их взагалі встановили, че не встановили, потому что сразу после этого начался ремонт тротуарев. И, по факту, сейчас этих лунок нема. Там есть только 44 лунки, на которые выделили 1,5 миллиона гривен. То есть, каждая лунка обошла больше 30 тысяч гривен. Ну, просто настолько наглый дерибан, и самая цинительно, что это из гражданского бюджета. Это то, за что, начебто, голосовали люди. То есть, люди, которые голосовали за этот проект, голосовали за этот дерибан. Хотя, если бы сразу людям сказали, что эти лунки будут стоять на 1300, как было записано в бюджете, за который они голосовали, а 13 тысяч, и что их сразу разрушить, то никто бы за это не голосовал. Ну, просто дивно, что крадут уже на гражданском бюджете, хотя он является публичным. Люди за него голосуют, потом это отследковывают. Просто, ну, на этом прикладе можно понять, сколько же крадут на всему иншу. 33 тысячи 232 гривны, именно во столько, получается, обошлись нам с вами, каждый из декоративных решеток, большинство из которых, собственно, были сорваны и благополучно уничтожены последовавшим ремонтом улицы Ришельевской. Знаете, самое обидное, что идея общественного бюджета, придуманная для того, чтобы одесситы воплощали свои идеи в жизнь, была испохаблена нашими рукопопами господами из мэрии. Что называется, одесситы хотели как лучше, а получилось, как всегда, у наших городских властей. Уже несколько лет на улице Софиевской несущая стена дома номер 23 находится в аварийном состоянии. Она может рухнуть в любой момент. Городская власть бездействует. В Одессе разрушается еще один памятник архитектуры. Дом расположен по улице Софиевская, 23. Как пишут в своем обращении на сайте 1535, его жильцы, они уже несколько раз обращались с городским властям по поводу разрушения дома памятника архитектуры. Однако никаких мер до сих пор не предпринято. К сожалению, нам не удалось пообщаться с жильцами, так как никого не было дома. Все-таки будний день, рабочее время. Посмотрев на фасад, вы подумаете, что вас обманывают. Вот так выглядит вполне приличный фасад дома. Вот это же здание изнутри. А вот так выглядит внутренний дворик. Удивительно, не так ли? Это из серии «Совместить несовместимое». К тому же это памятник архитектуры. Жилец из соседнего дома рассказывает, что с карниза, да и со стены постоянно падают кирпичи и штукатурка. Во время непогоды крыша ходит ходуном. Люди регулярно пишут обращения в разные инстанции, но безрезультатно. И мы писали заявление, сколько, что тут и дети ходят в школу, и все. Оттуда такие камни валятся, что не дай не приведи. Да, что же, у них денег нет. Никогда денег нет. Да, вот недавно, буквально неделю назад приходил какой-то человек с архитектурой, удостоверение показал, запустил, смотрел, фоткал, что-то писал. Они приходят, что-то пишут. На этом все заканчивается. В этом же дворике находится еще одно аварийное здание. Тут, как говорится, без комментариев. Чего только стоят эти деревянные подпорки, которые со стороны улицы и поддерживают здание. Стоят они тут, видимо, не первый год, потому как уже успели прогнить. А в помещении еще и люди живут. Во дворе играют дети. Все это напоминает карточный домик. Одно движение, и он сложится. Что может привести не только к разрушению дома памятника архитектуры, но и к человеческим жертвам. Сквер имени Томаса, расположенный между итальянским бульваром и улицей Пантелеймоновской, выглядит безобразно. Здесь вас встретят груды мусора, чему очень способствует, в кавычках, расположенная рядом конечная остановка многих маршрутных такси. Удручают неухоженная территория, грязь вокруг. И, конечно же, памятник в сквере. Вернее, то, что от него осталось. Сквер имени Михаила Томаса, расположенный на итальянском бульваре, неподалеку от Куликова поля, представляет довольно жалкое зрелище. Первое и самое важное, что бросается в глаза, это памятник Томасу. Вернее, то, что от него осталось. Основание постамента. Напомним, ранее здесь был памятник Михаилу Томасу. И выглядел он так. Но в 2015 году в рамках декоммунизации, по решению историко-топонимической комиссии Одесской мэрии, монумент было принято снести. Я считаю, что это вандалы. Мы так хорошо живем, что только вот этим осталось разрушать. Разрушать они, не разрушать. Но ничего они не делают. Если мы бы жили хорошо, все уже, у нас поевропейская зарплата, это все. Да, пожалуйста, делайте, что хотите. А это вандалист. Демонтировать так его не демонтировали, а лишь поснимали мраморные плиты. И вот так теперь выглядит сквер и центральный вход в него. Жители и гости города считают, что так это оставаться не может. Или оккультурить его, привести в божеский вид, или убрать, чтобы он не позорил Одессу. Или реконструкция, или убрать. Ну, явно это в таком виде его лучше не оставлять. Несколько лет назад мэрия Одессы обещала привести в порядок сквер. Но как мы с вами видим сегодня, благоустройство затянулось. Или, возможно, пара скамеек и детская площадка, часть которой уже пришла в негодность, и есть тот обещанный порядок? Одесса должна процветать, быть красивой, показывать людям пример, даже иностранцам. Поэтому надо наводить порядок. Уже пора. Интересно, сколько еще нужно времени, чтобы привести в порядок сквер? Ведь это место первое, что видят туристы, приезжая в город. Так как расположен он у самого железнодорожного вокзала. Но, видимо, облагородить сквер гораздо сложнее, чем отвезти якорь в Марсель. Михайловский сквер – очень комфортное и уютное место, которое работники коммунальных служб из-за своей халатности превратили непонятно во что. Так, возле детской площадки, расположенной в сквере, разрушен участок дороги, разбросаны бордюры. Сразу видно, тут побывали коммунальщики. Дело было в Михайловском сквере. Очередные ремонтные работы под лозунгом «Одно делаем, другое ломаем». После так называемых раскопок разрушен ряд объектов Михайловского сквера, а именно – асфальтное покрытие, демонтированные бордюры, выброшенные в сторону, выкорчевано дерево и уничтожена зелень. После работ яму засыпали, а все остальное просто бросили и смотали удочки. А вот когда поставят это все на место… Как думаете, еще будут бордюры ставить на место? Ну, если, наверное, люди будут писать и жаловаться, потому что здесь очень много людей гуляют с детьми, то я думаю, подействует атак, пока не свиснет кто-то и не будут жаловаться. И, как утверждают горожане, гуляющие в парке, разбросанные бетонные части бордюра в таком положении валяются не менее полугода. Бордюры, по-моему, тут всегда такие были. Не мешало бы привести в порядок вот этот участок парка, потому что вот где стоят бетонные бордюры не установлены. Кто устанавливал, какая организация, я, допустим, не знаю. Но желательно, чтобы они довели до ума вот все это. Это просьба, наверное, не только моя, наверное, каждого, кто здесь ходит с детьми. По мнению местных жителей, восстанавливать разрушенное коммунальщики не спешат. А если и что-то сделают, то только после того, как появится огромное количество жалоб от горожан. Интересно, сколько еще понадобится времени коммунальщикам, чтобы привести в надлежащий порядок всего лишь часть сквера. 31 октября отмечался Международный день Черного моря. Встреча учащейся молодежи с учеными Института биологии Южных морей Национальной академии науки Украинского научного центра экологии моря прошла в Одесской национальной научной библиотеке. Состояние Черного моря в основном нормальное. Это мнение преобладает в научном мире. Изменения в жизни водной среды происходят, но они не приводят к существенным нарушениям экологического равновесия. Одна из ключевых проблем, которые переживает Черное море, это изменения климата, которые повлияли соответственно на состояние водной среды. И изменили обычные или привычные ритмы биологических явлений, которые наблюдаются в Черном море. Например, кто ходит регулярно на привоз, заметил, что Дунайская селедка на месяц раньше стала появляться на рынке. Что водоросли появились, их стало выбрасывать на пляжи, они дурно пахнут, они разрушаются. Это все просто стало приходиться на тот период отдыха, когда большое количество людей не видело этих выбросов, они были приходиться, стали на то время, когда люди отдыхают и купаются. На встречу ученые представили результаты исследований, проведенных двумя международными экспедициями в 16-17-м годах. Изучалось биологическое разнообразие подводного мира, воздействие человеческой деятельности и природных изменений на состояние Черного моря. В том числе уровень загрязнения водной среды разными видами отходов. На осуществление мер по улучшению экологической ситуации Европейский Союз наметил выделить несколько десятков миллиардов евро. Отбирались пробы воды дуных отложений и анализировали, производилась оценка экологического состояния Черного моря в соответствии с европейскими директивами по экологическому состоянию. По требованиям Евросоюза и директивы мы должны оценить состояние своего моря и разработать планы по улучшению состояния экологического состояния Черного моря. На Черное море и прибрежную зону негативные влияния оказывает и политическая обстановка. Страны причерноморского бассейна наращивают военно-морские силы. Турция получила 200 судов от Америки военных. 200 судов 1986 года. Страны нам принесут экологическую катастрофу. В России 280 судов сейчас тоже где-то 80-го года. И сейчас пришло еще 5 подводных лодок в Россию. Ну и естественно они сейчас развивают очень сильно этот флот. К международному дню Черного моря Одесская национальная научная библиотека подготовила книжную выставку. Представлены специальные популярные издания посвященные исследованиям в области морской геологии, флоры и фауны, проблемам сохранения природной экосистемы как условия развития причерноморского региона. Александр Виноградов, Денис Витличенко, телекомпания КРУ. Такое видели эту неделю наши корреспонденты. Нам остается пожелать вам КОНЕЦ